В первые годы жизни ребёнок полностью зависит от внимания и заботы взрослых. Для полноценного развития малышу необходимы стабильные отношения с мамой и узким кругом близких. Дети, лишённые родительской заботы, чаще всего живут в доме ребёнка. Сотрудники дома ребёнка стараются дать детям всё необходимое. За детьми ухаживает множество взрослых – воспитатели, медсёстры, врачи, логопеды и другие специалисты. Но все они работают посменно, поэтому детям очень трудно устанавливать близкие отношения с кем-то одним. Хорошая еда, уход и крыша над головой – недостаточную для развития ребёнка. Большинство детей в доме ребёнка отстают в развитии от своих сверстников. Некоторые специалисты считают, что это связано с плохой наследственностью или является последствием родовой травмы. Но современные исследования, проведённые в румынских домах ребёнка, указывают и на иную причину. Это результат сканирования мозга двухлетнего ребёнка, живущего в семье. А это – снимок мозга малыша того же возраста, живущего в доме ребёнка. При сканировании регистрируется уровень активности в различных зонах мозга. Красный цвет указывает на зоны с высокой активностью. Чёрный – зоны, где мозговая активность не зарегистрирована. Уровень мозговой активности у ребёнка, живущего в доме ребёнка, значительно ниже, чем у домашнего ребёнка. Человеческий мозг в основном формируется в первые годы жизни, когда между нервными клетками создаются миллиарды связей. Потом этот процесс резко замедляется, а неиспользуемые связи отмирают. По данным исследований, количество и структура связей между нервными клетками в мозгу ребёнка зависит от опыта отношений с близким человеком. Дефицит индивидуального общения у ребёнка, который воспитывается в учреждении, приводит к тому, что в его мозгу не формируются важные нейронные связи. Этот фильм о том, как ранние отношения или их отсутствие влияют на развитие и поведение детей. Дети, о которых пойдёт речь, попали в дом ребёнка в разном возрасте и по разным причинам. Ваня 4 месяца Он в доме ребёнка с 4 недель Вокруг него много взрослых. Когда он плачет, сотрудники дома ребёнка стараются его успокоить. Но его почти всё время передаются рук на руки. Ваня на развитие, как и развитие всех детей, зависит от того, сможет ли он сформировать доверие и привязанность к одному или узкому кругу постоянно доступных взрослых. Но в условиях дома ребёнка сделать это очень трудно. Ваня показывает, что ему трудно общаться с постоянно меняющимися сотрудниками. Он отворачивается и уходит от контакта. Роме 11 месяцев. Мама отказалась от него в родильном доме. Он нетребовательный ребёнок, хорошо ест и мало плачет. И как вкусно. Всё тебе здесь, а ты не хочешь. Но значит ли это, что с ним всё в порядке? О Роме заботится так же, как и о других детях. Но, видимо, ему недостаточно физической заботы. Он погружён в себя, пассивен, мало интересуется игрушками. Рома проводит много времени в одиночестве и научился довольствоваться самим собой. В отличие от других малышей в доме ребёнка, Ваня ежедневно видит свою маму, Таню. Но Ване трудно отличить её от других окружающих его взрослых. Мама ежедневно проводит с ним несколько часов. У неё нет своего жилья, поэтому она может видеться с ним лишь здесь. Но для того, чтобы построить отношения с мамой, Ване нужно провести с ней гораздо больше времени наедине, в спокойной обстановке. Таня очень старается вовлечь сына в игру. Но Ваня не идёт на контакт. Он избегает общения с ней так же, как и с другими взрослыми. Удастся ли Тане преодолеть это? Сможет ли Ваня научиться ей доверять? Прошло почти полгода. Ваня – 9 месяцев. Ваня – единственный ребёнок в группе, у которого есть регулярные отношения с мамой. Может быть, поэтому он отличается от других детей? Ваня активнее, чем другие дети в доме ребёнка. Он больше играет, больше интересуется окружающим. Ваня, Ваня, иди скорее ко мне. Похоже, он знает, как привлекать к себе внимание и добивается желаемого лучше, чем другие дети в доме ребёнка. Ваня, ты как-то убежаешь! Иди ко мне, скорее, 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 скорее. Ваня радуется маминому приходу. Он привязался к ней и с удовольствием общается с ней. Дождался, дождался, дождался. То, что Таня приходит к Ване каждый день, очень необычно для дома ребёнка. Сотрудники видят её желание быть сыном и стараются помочь. Пять месяцев спустя Рома всё так же мало интересуется окружающим. Он проводит большую часть времени в одиночестве и часто просто бесцельно бродит по комнате. У Ромы никогда не было близкого взрослого. Откуда ему знать, как общаться, как завязывать отношения? Его привлекают звуки, яркие предметы. Сейчас ему больше интересна гармошка, чем человек, который её держит. Рома не ищет контакта с людьми. Его не интересуют лица. Его привлекает лишь мягкое и тёплое, будь это человек или объект. Рома не знает, как общаться с людьми, и поэтому ничему не может у них научиться. Из-за этого он отстаёт в развитии. Фае год и месяц. Она в доме ребёнка уже пять месяцев. И давай. Фая активно ищет отношений со взрослыми. Она привлекает к себе внимание и ждёт ответа. Фая провела восемь месяцев в семье. Всё ещё надеются завязать контакт. Она знает, как вступать в диалог, как отвечать и играть. Что, это спрячем? Где? Ку-ку? Давай, 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 ищи, ищи, давай, давай. А вот она! Фая внимательно следит за выражением лица взрослого, имитирует и сама предлагает игру. Где девочка? А вот она маленькая. Фая. Ты где? А вот она, Фая. Давай ещё. Ранить диалог и игра необычайно важны для развития навыков общения и исследования. Тук-тук. 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 Оп-оп. Задача взрослого не только в том, чтобы показывать и вести игру, но и в том, чтобы дать ребёнку возможность и время для того, чтобы отвечать, инициировать и продолжать диалог. Необходима взаимность. Кашку. Что пили? Тук-тук. Ладушки, ладушки, где были у бабушки. Ой, полетели, 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 полетели. Тоже не трогай, не мешай нам. Даже после пяти месяцев в доме ребенка Фая сохранила способность общаться. Она слушает и реагирует на славу воспитателя лучше, чем ее сверстники. Да, кто бы тебе подобрал? Давай, подбирай. Да. Не кричи. Фаечка, иди туда. Ну-ка, стой, 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 стой. Ай, молодец. Не умница. Фая все еще не теряет надежды найти близкого человека и продолжает искать и ждать. Сотрудники дома ребенка не могут постоянно уделять Фае внимания. Но чем реже ей отвечают, тем меньше она пытается завязывать контакт. Она проводит все больше времени в одиночестве и учится занимать и успокаивать сама себя. Самостимуляция очень типична для детей в домах ребенка. Это то, что позволяет им успокоиться и занять себя хоть чем-то без помощи взрослых. Фае тоже начинает прибегать к такому способу самоуспокоения. Фае и пи-пи-пи. Фае и пи-пи. Фае и пи-пи. Фае и пи-пи. Алеше два с половиной года. Первый год жизни он провел с мамой. бойкий активный и хорошо развивающийся ребенок у алёши очень молодая мама ей было тяжело одной справляться с сыном работать и одновременно строить свою жизнь поэтому она решила на время отдать его в дом ребенка мама иногда навещает алёшу и берет его домой на выходные когда мама уходит алёш очень расстраивается и долго ее зовет он протестует от того что она ушла без него и хочет вернуть ее в шумной обстановке дома ребенка алёша научился привлекать к себе внимание любой ценой воспитателям трудно с ним справляться особенно после маминых визитов похоже алёша старается показать воспитателям что ему нужны внимание и забота он не может объяснить это словами и делает это как умеет протестует обижать других детей убегает из комнаты его поведение это способ выразить свою боль прошло еще пять месяцев фая полтора года она очень изменилась похоже она уже не пытается привлечь внимание взрослых фая не требует и не протестует она довольствуется тем что есть похоже что ее умение завязывать отношения ее интерес к людям окружающему миру постепенно пропадают 5 месяцев спустя мама решила забрать трехлетнего алёшу домой и теперь пытается восстановить их отношения а я плакать буду давай они наконец-то вместе но алёша постоянно спорит с мамой провоцирует ее как будто все время пытается проверить можно ли ей доверять алёшиной маме очень трудно быть последовательной и отвечать на его эмоциональные запросы у алёши много противоречивых чувств он не знает как их выразить и не может так просто забыть все что с ним произошло на возвращение домой не разрешит в одночасье все алёшины проблемы даже краткая но травматичная разлука может привести к серьезным последствиям чтобы научиться жить вместе и маме и алёше нужна длительная профессиональная помощь а таня наконец-то получила комнату в общежитии теперь у них есть свой дом не смотря на все сложности танина любовь стабильность и постоянное присутствие помогли вани научиться доверять маме их отношения развиваются так чик давай мам мам мама ты уже мама говоришь первый раз вонька ранние отношения с близкими и опыт полученный в детстве необходимы для формирования личности развития уверенности в себе и доверия к другим людям без этого фундамента тяжело учиться нелегко исследовать окружающий мир и просто вести счастливую и полноценную жизнь где бука 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok